Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Эффект торнадо. Кто и зачем организовал бунт под Лукьяновским СИЗО? Свежая порция США вводят новые санкции против России и обещают еще. Насколько силен удар? Адский огонь на святой земле. Хамас ударил ракетами по жилым районам. Израиль ответил с моря, земли и воздуха. Что дальше? Бунт у Лукьяновского СИЗО в Киеве. Толпа попыталась помешать вывести из изолятора бывших бойцов батальона Торнадо. Пришлось задействовать спецназ, нацгвардию. Куда и зачем вывозили заключенных? Кто не давал этого сделать? Ответы на эти вопросы искал мой коллега Руслан Свищук. Он сейчас на прямой связи с нами. Там находятся на месте событий. Руслан, расскажи, в чем суть конфликта и что происходит прямо сейчас? Наталья, ну вот на данный момент здесь достаточно спокойно. Большинство сторонников торнадовцев уже разошлись. Хотя само Лукьяновское СИЗО находится на таком, знаете, полуосадном режиме. Потому что вокруг рассредоточены десятки спецавтомобилей. Автомобилей полиции, автозаков, скорой помощи. А внутри в полной боевой выкладке находятся автоматчики. Также там находятся бойцы нацгвардии со щитами. Ну и в спецснаряжении вот так при нас сторонники обвиняемых бойцов торнадо остановили скорую помощь. Несмотря на сопротивление медиков, они ее открыли, чтобы посмотреть, кто же там находится, кого вывозят из-за пенитенциарного учреждения. А сама эта ситуация началась с того, что обвиняемые торнадовцы через социальную сеть Facebook в прямом эфире, в режиме трансляции обратились к своим сторонникам и призвали их собираться вокруг СИЗО. Значит, причиной этому послужило то, что якобы их собирались развести по разным пенитенциарным учреждениям, как они сами говорили, сломать их, заставить оговорить себя. Вот при этом они это все в прямом эфире транслировали. Они забаррикадировались в камере. И есть информация, что при этом были вооружены холодным оружием, возможно, ножами. Соответственно, в Лукьяновское СИЗО прибыл спецназ пенитенциарной службы. Ну а перед входом начали собираться сторонники торнадо. Привезли хлопцам передачу, то есть передачу у них приняли. Потом, когда заезжали по своих справах, когда мне позвонила Лиля, что идет штурм торнадо. И они забаррикадировались. Мы тут где-то с півдругой. Их пытались вывезти из следчего изолятора. Дознавшись про это, они категорично отмолились выходить из камер, забаррикадировались в камеры. И использовали те средства, которые могли бы использоваться. Но сейчас уже стало известно, что там использовались и вибуховые пакеты. И после обшуков уже по результатам подействий было найдено и холодное оружие, были найдены электрошокеры, вибуховые пакеты и так далее. Поэтому эта акция готовилась уже давно. И, в принципе, такая информация была еще где-то начиная с сечня этого года. Ну, в результате несколько часов противостояния, в результате камеру разблокировали. Вот есть информация о том, что пострадал как минимум один правоохранитель. При этом, по словам сторонников торнадо, экс-командир подразделения Руслана Нищенко был вывезен из Лукьяновского СИЗО в неизвестном направлении. А перед самим СИЗО вспыхнуло несколько столкновений с полицией. Симпатики торнадо пытались даже поджечь шины. Им это не дали сделать полицейские нацгвардейцы. И вот в процессе этих столкновений травмы получил адвокат торнадовцев Юрий Кармазин. Он был госпитализирован. Что хочу добавить в этой ситуации, уже видно как минимум одно нарушение. Дело в том, что по действующему законодательству, находящимся в СИЗО, запрещается пользоваться мобильной связью, интернетом. Тем не менее, было допущено нарушение режима содержания. И это отчасти привело к столкновениям перед самим СИЗО. Также хочу напомнить, что экс-бойцов торнадо обвиняют в совершении ряда тяжелейших преступлений. Тут и создание преступной группировки, похищение людей, пытки, издевательства, доведение до самоубийства, сексуальное насилие и изнасилование. И если их вина будет в суде доказана в совершении этих преступлений, им грозят очень серьезные и большие сроки тюремного заключения. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук о сегодняшнем инциденте возле Лукьяновского СИЗО в столице. Суд без судей. В Ивано-Франковской области некому осуществлять правосудие. Служителей Фемиды катастрофически не хватает почти во всех судах, а в некоторых их вообще нет. Куда они подевались и кто рассматривает судебные дела, разбирались наши корреспонденты. Городской суд Яремчи. Уже третий день здесь не рассматривают дела. Был один судья, но и тот ушел. Вот это наш зал судового заседания. На жаль, уже третий день в нём справа не рассматривается, в связи с тем, что закончились повноважения суддей. На данный момент суддей в нашем суде нет. Ни одного судя нет? Нет, ни одного судя. Проблема с кадрами в суде возникла ещё два года назад. Тогда уволили сразу все трое служителей Фемиды. Без них работали почти целый год. За это время накопилось более тысячи дел. Работники рассказывают, не было и дня, чтобы в суд не приходили возмущённые граждане. Например, если человек обратился к заявке про стягивание алиментов, дело не рассматривается, человек не имеет денег на удержание детей, конечно, потерпает от этого и поэтому и скажется. Только спустя год в Яремчу в командировку отправили судью из Луганской области. Работать пришлось просто в бешеном темпе. По 40 дел ежедневно. Но в начале августа сроки выполнений истёк. Сначала его отрядили на 6 месяцев, а в лютому 2018 году термин отряджения был продолжен до одного года. Отже, 6 серпня 2018 года был последний день, который он имел право рассматривать справы в нашем суде. Невзирая на то, что судей нет, учреждение работает в обычном режиме. В канцелярии полным ходом принимают и регистрируют заявления из Кихотайства. Но сколько придётся ждать, пока их рассмотрят, год или больше, никто сказать не может. Вот это наш сейф, в котором сохраняются справы. Их осталось не мало, около 400 штук, и они ожидают рассматривания. Катастрофическая нехватка служителей Фемиды не только в Еремче, но и в остальных судах области. Так, из 104 должностей судей, ровно половина этого канцеля. Критическая ситуация также в Тлумацком, Верховинском, Косовском райсудах. 9 судей не хватает и в областном апелляционном. Он выник из того времени, когда были приняты изменения в червня 2016 года до Конституции. Наближалась судовая реформа, оценивание наближалось. Частина судей, которые имели право на отставку, подали, использовались этим правом и освобили. Ну и частина судей, которые сейчас не могут работать, потому что они не имеют полноважения. Но в Еремче надеются, что ситуация изменится уже в начале следующего года. В январе как раз завершается судебная реформа. Местные суды объединятся в окружные, а значит, суды смогут замещать друг друга. Линию по производству артиллерийских снарядов 152-го калибра запустили на киевском заводе «Артем». На церемонии открытия присутствовал президент. Петр Порошенко заверил, что уже в ближайшем будущем Украина сможет начать серийное производство самых дефицитных боеприпасов. Все подробности в материале. Все детали изготавливают в Украине. Оборудование закупили в Турции и Южной Корее. Производство артиллерийских боеприпасов крупных калибров на заводе «Артем» стартовало. Руководство предприятия обещает увеличить производственную мощность в 20 раз до 360 тысяч снарядов в год. Дуже широкий спирт в использовании этого снаряда. Это может быть и броневанная техника, живая сила, бетоневанное укрепление. Потужность снаряда очень высокая. Еще одна задача оружейников – обеспечить дальность поражения цели до 32 километров. На предприятии используют технологию горячей штамповки, которая оптимизирует производство. Мы используем переобладанный пресс для выготовления заготовок методом горячей штамповки, что обеспечивает большую продуктивность выхода по металлу и большую мясную конструкцию боеприпасов. На этом заводе – это впервые. По отработке программы запускаем полный цикл нарезания резьбы. Линию производства сверхмощных снарядов торжественно открыл президент Украины Петр Порошенко. По словам главы государства, в ближайшее время Украина будет готова поставить производство самых дефицитных боеприпасов на поток. От этого зависит жизнь солдат, от этого зависит надежность обороны. Это один из самых сложных технологических процессов. И стало это возможным только потому, что впервые были вкладаны деньги не только на покупку продукции Украинского оборудования, а произошла значительная техническая переоснащенность. Также на предприятии открыли производство неуправляемых авиационных ракет, ракет противовоздушной обороны для поражения малых целей и боеприпасов 155-го калибра, полностью отвечающих стандартам НАТО. Во время открытия производственной линии Петр Порошенко сообщил, что в этом году впервые на праздновании Дня Независимости «Слава Украине! Героям Слава!» прозвучит как часть официальной церемонии военного парада. Эти слова и это приветствие станут официальным военного приветствиями военных сил Украины. Лина Зеленская, Владимир Савченко, подробности, телеканал Интер. В 80-летие сегодня празднует второй украинский президент, единственный, кто занимал президентское кресло два срока подряд. Чем запомнился украинцам Леонид Кучма? Об этом в нашем материале. Данилычу 80. Так в народе называют экс-президента Украины Леонида Кучму. Смелый, решительный и целеустремленный, говорят о нем коллеги. Он единственный, кого украинцы дважды избирали на пост главы государства. И по мнению экспертов, Кучма – самый успешный президент. Ведь благодаря его политике страну удалось вытащить из масштабного экономического кризиса. Также во время президентства Кучмы Украина присоединилась к Совету Европы. Это значительно усилило позиции страны в мире. При Кучме была принята конституция государства. Многие международные эксперты признали ее одной из самых демократичных в мире. Среди достижений второго президента и появления национальной валюты. Зарплата украинцев выросла в два с половиной раза. А долги перед соседними странами были погашены. Тогда при Кучме удалось достичь экономической стабильности. Леонид Данилович учел в Украину на складнейший этап новой истории. Мы помним переход от плановой до рынковой экономики. Все помним бартер, взаимозалики, заборгованность по заработной плате. Мы это называли синдром экономического иммунодефицита. И чтобы поделать этот синдром, нужно было воля, решительность и ответственность. С самыми такими качествами и ответственность президента Украины. Благодаря поддержке Кучмы начали стремительно развиваться регионы. Он прислушивался к их руководителям и активно сотрудничал с депутатами, говорит Берневецкий. Кроме того, именно Кучма в 2003-м отстоял остров Тузла. Препинение от тех центровых тенденций, которые были в 1994-м году, мы помнимо проблему с Кримом. Само Кучмю удалось это остановить. Проблема с островом Тузла. Я помню, я был в складе делегации в Бразилии, как мы возвращались в ночи. Президент остановил свой визит и обговорили вопросы. За часы президентства Кучмы в Украине были отношения с соседями всегда корректными. Он мне запомнился как спокойный, деловитый, я бы сказал, гостинный человек. Людина, которая с честью, с справедливостью выполняет свою обязанность. Он я твердил в переговорах. Игорь Юхуновский познакомился с Леонидом Кучмой, когда тот был еще премьер-министром Украины. Мы работали достаточно успешно. В частности, мне было предложено керовать Валютно-Кредитной Радой Украины. Экономика не была в таком загоне, как сейчас. Значительная количество предприятий в Украине работало. И благодаря тому, что начинная количество, работало, то директори этих предприятий находили спільную мову именно с Леонидом Даниловичем. Леонид Кучма до сих пор остается важной фигурой. Четыре года назад он стал участником трехсторонней контактной группы на переговорах с так называемыми ДНР-ЛНР. А в 2015-м Петр Порошенко назначил его официальным представителем Украины в группе по урегулированию конфликта. Оксана Григорьева, Вячеслав Никифоров. Подробности. Телеканал Интер. Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. Оба в районе Новотошковского. С самого утра боевики открывали огонь уже шесть раз. И в том числе из запрещенного оружия. В последнее время противник стреляет прицельно. Наш военкор Ирина Баглай убедилась в этом. Это нашим солдатам удалось зафиксировать, как боевики посреди дня открыли огонь по позициям пехотинцев на промзоне. Начали снайперский обстрел. Были с трех винтевок. Один, четырнадцать, пять. Два, двенадцати, семь. Прикрывали его сразу. Стреляли прицельно. Артур показывает следы от попадания пуль вражеского снайпера прямо в бойницу. Пуль он нам залепил. Получается, вот раз одна. Вот раз вторая. Вы успели закрыться как-то? Ну, мы, в принципе, не успели закрыться. Мы отскочили. Из этой точки вчера Александру пришлось подавлять вражеский огонь. Такого боя давно уже не припомнят. Более двух часов российские оккупанты стреляли из всего вооружения. Они работали сразу, буквально где-то с трех или четырех точек. Отработал пулемет, перезаряжается, видать, работает РПГ. Плюс они еще стрелковым работали, ну, такой ПК, с ближайших тоже позиций. Трудно было посчитать. Вчера такой вечер вообще было недосчитание. Тут все заряжалось, разряжалось, перезаряжалось, скручивалось. Как говорится, в мыле было одно место, поэтому... Это коллекция остатков вражеских пуль всех калибров, которые после боя насобирали наши солдаты. Собрание элементов пуль 12.7 калибра, элемента БЗТ 12.7 и Б32 12.7. Если есть какие-то деревянные, легковоспламеняющие вещи, в принципе, застревая в этом, она может поджечь. Массира, она обстреляв одну из наших позиций, боевики все-таки ее подожгли. По нам тут гатили, мы все тушили. Но мы не побачили, что мы огонь тушим, и душа начала стрелять. Используют боевики и подлые приемы. Это выстрел РПГ. Вчера они рвались над головами пехотинцев. Боевики их переделывают. Приматывают скотчем или же засыпают через носовую часть. Гвозди, подшипники, серебрянку. Чтобы нанести больше урон нашей пехоте. Запускают над нами взрыв. Это все вниз. То есть последствия таковы могут быть, что это просто в кожу въедается, в тело, и ты уже недееспособный. То есть такими вот начинают они такими изящными методами, в кавычках, нас расстреливать. Но нанести урон нашим бойцам у них не вышло. Дали им понять, что мы тоже так умеем. Мы тоже сманеврировали огнем, перенесли его, сосредоточили. И когда надо, дали куда надо, и все. Рабочий день на передовой для наших бойцов закончился далеко за полночь. Лишь после того, как приготовились к новым атакам врага. Остыло оружие, обслужили его сразу, забили ленты. Поскручивали гранаты, чтобы на гранатомет. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Старобельский районный суд около часа назад завершил рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения для Александра Ефремова. Я напомню, ГПО обвиняет экс-нардепа в госизмене. В СИЗО политик находится уже более двух лет. Что решили судьи, расскажут наши корреспонденты. Перед принятием решения о мере пресечения Александру Ефремову суд решил заслушать позицию прокуратуры. Сторона обвинения шокировала присутствующих своим заявлением. Прокурор Кожуховский заподозрил нардепов, которые хотят взять Ефремова на поруки в подделке документов. На этих заявках зазначено 13 липня 2018 года. Сегодня у нас 9 вересня. Сегодня у нас 9 серпня 2018 года. То есть прошел почти месяц. Что это за дата? 13 липня 2018 года. Это последний рабочий день Верховной Ради Украины. После этого народные депутаты Украины пошли на конец. Эти документы были подписаны не 13 липня 2018 года, а позже. А дата была поставлена 13 липня. Сторона защиты заявила, что домыслы прокурора это очередная попытка затянуть слушание с целью не допустить освобождения Ефремова из СИЗО, где он находится уже больше двух лет. Прокурор наговорил много всего интересного. Уличил, и это прямо усматривается в его выступлении, уличил в служебном подлоге уважаемых народных депутатов, что они подписывали бумаги когда-то раньше. Всей стране известно, когда у Ефремова заканчивается мера пресечения. Ко мне обратились. И попросили, Андрей, помоги нам подготовить документы. Мы выявили божание взятое без запасного на пору. Что не так? Своё мнение о неоднозначной позиции прокурора высказал и Ефремов. Как бывший депутат он заявил, прокурор некомпетентен в вопросе работы парламента. Прокурор даже не понимает о том, что деятельность Верховной Рады и деятельность депутата это совершенно два раза направление. Верховная Рада может объявить первым, может объявить закрытие заседания, может что угодно сделать. Но это не значит, что деятельность депутата прекращается. Прокурор делает вывод в вопросах, которые он не понимает, но с отломом, который говорит, что он в последней инстанции. Депутаты от оппозиционного блока сегодня также присутствовали на заседании. Суду они подтвердили намерение, ссылаясь на закон, взятие Ефремова на поруки и опровергли домыслы прокурора про подделку документов. 13 липня было известно, когда будет очередное судебное заседание с точки зрения данной дела. В известно было, когда закончится у Александра Сергеевича Ефремова предыдущая мера заключенного захода. Так, мы действительно вышли с предложением вместе с моим коллегой Юрием Ивановичем Мирошниченко, чтобы взять Александра Сергеевича Ефремова на поруки. Мы есть люди, за которых голосовали граждане Украины, соответственно, используемся, напевно, повагой в определенной количестве наших выборцев. А, соответственно, до процессуального кодекса, мы имеем право выступать с такой инициативой. По словам адвокатов, свой кредит доверия прокуратура уже исчерпала. За 150 заседаний сторона обвинения не смогла предоставить существенных доказательств, указывающих на причастность Александра Ефремова к захвату зданий СБУ Луганска и обл. администрации в 2014 году. На необходимость изменения меры пресечения указали и медики. За два года, проведенных в СИЗО, у Ефремова значительно ухудшилось здоровье. В динамике, за час пребывания Ефремова Александра Сергеевича установляется, постарегается погибшение, стану его здоровья. Наявно, эндокринологично, извините меня, будь ласка, это кардиологичная патология ведет до подальших ускладений, там может выкликать новый захват. Для принятия решения суду потребовалось более шести часов времени. В итоге, доводы защиты судей сочли недостаточными, и арест Ефремову продлили. Ухвалил продолжить Ефремову Александру Сергеевичу 22 серпня 1954 года наложение строк примания под вартою до 7 жовня 2018 года включено. Клопотание захистника Смирнова в размину запобежного захода Ефремову Александру Сергеевичу в выгоде примания под вартою на запобежный заход, в выгоде особисти поруки народных депутатов Украины Мирошеченко и Скорика отмогать. Ухвалу оскоржения не поддевает. Под стражей Александр Ефремов пробудет как минимум до 7 октября. Тогда защита вновь попытается оспорить незаконный, по их мнению, арест подзащитного. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Напомню, ранее адвокаты Ефремова подали две жалобы в Европейский суд по правам человека. Они касаются незаконного ареста и безосновательного содержания под стражей экс-депутата. Защита уверена, что ЕСПЧ примет решение в их пользу. А пока же решение Старобельского суда, по мнению юристов, в очередной раз нарушает конвенцию о защите прав человека и говорит о предвзятости в рассмотрении этого дела. Санкционный удар. В Вашингтоне объявили о новых ограничениях для России в связи с отравлением в Солсбери. Настолько жестких, что и рубль, и фондовый рынок РФ мгновенно отреагировали падением. Дмитрий Анопченко выяснил все детали в Вашингтоне. Новые санкции собираются вводить в два этапа. Первый уже с 22 августа. В документе предусмотрен полный запрет на экспорт в Россию устройств и комплектующих двойного назначения. То есть прекращаются поставки Москве важных с точки зрения государственной безопасности товаров, в основном электроники. По оценкам, которые сегодня звучат в прессе, только эти ограничения обойдутся России в сотни миллионов долларов. Но ожидается и вторая волна санкций. И тут ограничения куда серьезнее. Вашингтон дает Москве 90 дней, чтобы их избежать. Здесь подчеркивают, второго этапа санкций может и не быть. Но лишь при условии, если Россия за ближайшие три месяца даст четкие гарантии, четкие обещания не использовать в будущем химическое и бактериологическое оружие. А еще в Вашингтоне настаивают, что инспекторы ООН должны проверить российские объекты. Выполнить ли Кремль эти два основных требования за три месяца, ответ перед тем, как вводить или не вводить новые санкции, должен будет дать даже не Дональд Трамп, а куда более придирчивый арбитр – Конгресс. Если к 20 числам ноября этого не произойдет, последует еще один санкционный удар. По данным NBC, второй пакет включает снижение уровня дипломатических отношений, запрет аэрофлоту летать в США и практически полную остановку торговли между Соединенными Штатами и Россией. Решение США уже поддержали в руководстве НАТО, назвав важным инструментом давление на Россию. А первая реакция была из Лондона. Великобритания приветствует новые санкции. В канцелярии премьер-министра заявили, это однозначный сигнал России, что ее провокационное поведение не останется без ответа. Американская пресса сегодня задается вопросом, а почему о новых санкциях Соединенные Штаты объявили именно сейчас? Вот в чем повод, почему это произошло? И сама же отвечает, выдвигая версию, мол, скорее всего, в расследовании отравления в Солсбери появились новые данные, новые свидетельства причастности России к отравлению скрипалей. И якобы они убедили и Белый дом, и Госдепартамент. И именно поэтому американские власти пошли на новые шаги. А еще опубликован прогноз, санкции затронут 70% российской экономики, а их действия почувствует на себе каждый второй житель страны. И хотя ограничения пока еще не действуют, рубль уже просел по отношению к доллару. И очень значительно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вердикт есть, денег нет. Несмотря на решение Конституционного суда вернуть все льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, выплат до сих пор никто не видел. Эту проблему сегодня обсуждали в парламенте. Кто и почему игнорирует решение высшей инстанции, узнаем от Юлии Жешко. Пока парламентарии на каникулах коридора Верховной Рады не пустуют сегодня, с самого утра здесь собрались чернобыльцы и ветераны МВД по приглашению народных депутатов. Рабочее заседание собрал лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. К нему обратились представители общественных организаций нескольких областей. Вы знаете, как стыдно и бедно державой предпочено нам месяц на Житомирскую область на одного участника ликвидации аварии потерпело в месяц на медикаменты 6 гривен 72 копейки. Это знущение, которое никто не может терпеть. И это при том, что около 30 тысяч человек в Житомирской области онкобольные. Все это последствия чернобыльской аварии. Но государство еще в 2014 году решило самоустраниться от этих проблем, говорят оппозиционеры. Держава обязана отшкодовать людям, которые потеряли здоровье, потеряли жизнь, отшкодовать и обеспечить их гидное существование. И такая самая идеология у нас будет закладена в иск, который мы подали в Конституционный суд в лютем 2015 года. Потому что в грудь 2014 года парламент отменил одним махом все пильги. Представление в Конституционный суд подписали полсотни депутатов АТОПа Блока. И суд вынес вердикт. Иск удовлетворить. Однако решение до сих пор не привели в исполнение. В связи с этим Юрий Бойко обратился к президенту и премьер-министру. Мы направили в 10-дневный термин президент и премьер-министр с обязанностью ответить и нам, и заявникам на нашу адресу. Это житомирская организация. То есть мы, если не получим в 10-дневный термин решение, что будут вызваны пильги, тогда буду просить вас, в основном, я знаю, что у вас настрой такие есть, подавать в суд на кабинет министра, а мы будем сопровождать это. Ситуация настолько серьезная, говорят чернобыльцы, что люди отказываются работать на атомных станциях. Из-за нехватки кадров и тяжелых жизненных условий может назреть очередная катастрофа. В оппозиционном блоке разработали план действий. Это продолжить тиск на кабинет министров, на президента, от общественных организаций, областных, чтобы решение Конституционного суда, как записано в него, полностью вступило в силу. Я прошу вас провести нарады и собрания в всех районах, которые у вас там организации. А далее, если не будет толку, не будет изменений в бюджет, не будет решения уряду, готовьтесь, мы вас будем встречать тут на начале вересня с демонстрацией. Говорили также о пенсиях для военных и людей с инвалидностью. Этот вопрос, по словам присутствующих, один из главных. Конечно, льготы, пильги, это тоже очень важное вопрос. Недавно еще 1400 получали, даже 2000. То есть это не можно выражать. До начала каникул в Раде оппозиционеры подготовили законопроект о возвращении украинцам льгот и начислении справедливых пенсий. Но рассматривать его не спешили. До голосования документ так и не дошел. Из-за бездействия законодателей люди уже на грани, уверены оппозиционеры. Это чисто иезуитство, потому что, ну, как можно прожить на 881 гривню? Купить лекарства, потому что они все хворые люди. Заплатить эти космические тарифы. Забезпечить себе нормальное существование. И тема люди обороны. И я считаю, что Конституционный суд, он не просто так принял решение, потому что это было как-то политическое решение. Это было прямое порушение Конституции в 2014 году, когда у людей выбрали то, что держава должна им дать по закону, по Конституции. Поэтому я задоволен этим решением, но это начало бороться. В новый бюджет на наступный рік должны быть закладены эти выплаты. И деньги на самом деле есть, уверен лидер оппозиционного блока. Нужно только направить средства на улучшение социальных стандартов. По словам нардепа, это первое, чем должен заняться парламент после каникул. Юлия Жешко и Вадим Сверидонов. Подробности в телеканал Интер. И снова массовое отравление. На этот раз на Волыне более 20 человек обратились за медицинской помощью после свадьбы в гостиничном комплексе неподалеку от Луцка. Праздновали еще 28 июля. Не успели гости выписаться из больницы, как в инфекционку снова начали поступать пациенты. И снова после свадьбы в том же ресторане. В больницу доставили более 10 человек. У всех подозрения на острую кишечную инфекцию. Почему заведение принимало гостей после массового отравления, теперь будет разбираться полиция. Тем более, что сегодня стала известна причина. Сальмонулез, который обнаружили в майонезе. В Одессе сорвалось выступление Нобелевского лауреата по литературе белорусской писательницы Светланы Алексеевич. Вчера вечером она должна была встретиться с читателями на одной из летних площадок в Зеленом театре. Но за 4 часа до начала мероприятия Алексеевич была внесена в базу данных миротворец. За, цитирую, пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни. Авторы указали, что речь идет о высказывании двухгодичной давности, когда, говоря о Холокосте, писательница заявила, что каратели, которые работали на территории Беларуси во время Второй мировой войны, все были из Украины. В Одессе Алексеевич сообщила, что ей лично и организаторам встречи поступают угрозы. И хотя фамилия литератора почти сразу исчезла из списка миротворцев, выступление писательницы все же отменили. При этом в полицию администрация театра не обращалась. Что же касается прозвучавших обвинений, то, по словам Алексеевич, они абсолютно надуманные. Моя мать украинка, и родилась я на Украине, и всегда я чувствовал себя украинскую кровь, но ради нашей общей безопасности, я думаю, что сегодняшней нашей встречи не будет. Дело крупнейшего в Украине переработчика СОИ, завода Каховка Протеин Агра, сегодня рассмотрели в хозяйственном суде столицы. Я напомню, на предприятии в течение последнего года было совершено не одно рейдерское нападение. Эти тушки блокировали здание завода, даже и не пропускали на работу сотрудников. Представители Каховки Протеин Агра подали ходатайство о привлечении третьей стороны, фирмы-партнера завода, которая также пострадала от атак. Суд прошения удовлетворил и перенес рассмотрение дела на февраль 2019 года. В данной кампании наявны певные права стосовно цего майна, которые они хотят реализовать, подающи навіть апелляционную скарбу. А это решение, это относительно того, которое вбегает в суд позову, относительно того, что признано за позывающими права властности на данный объект, который есть в использовании сейчас в суд порендаря, именно третьей стороны. Суд ухвалит залучить до участия в справе в якости третьей особи без самостейных умов на предмет спорной стороне предприятия компаний Тарискер Трейдинг Лимитед. Тревожные сутки в Израиле. Всю ночь южная часть страны подвергалась интенсивным обстрелам из сектора газа. Армия ответила ударами с земли и воздуха. Переговоры о перемирии сорваны. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Разговоры о заключении перемирия между Хамасом и Израилем так и остались разговорами. Сегодняшняя ночь стала тому подтверждением. На Израиля врушился буквально град из ракет. 160 залпов. Треть из них перехватила система железный купол. Но несколько снарядов все же пробили защиту. В Сдыроте прямое попадание в жилой дом. Есть ранены. Армия немедленно ответила мощными ударами по анклаву. Бомбили склады с оружием, штабы, коммуникации, даже отдельные группы боевиков. Уничтожено 140 объектов. Среди палестинцев есть убитые. В ответ боевики усилили обстрелы. На юге всю ночь громыхала канонада. С земли по анклаву работали танки и артиллерия. С моря подошли корабли израильского флота. Хамас эвакуировал свое руководство в бункер под центральным госпиталем ГАЗа. Израильтяне обычно не бомбят больницы. Международные посредники сейчас предпринимают титанические усилия, чтобы избежать войны. Ежели будут продолжаться атаки, поджоги и так далее, есть правое крыло и в Ликуде, и в народе, которые готовы к полномасштабной операции. И если это, естественно, не приведет к решению, то полномасштабная операция, вероятно, очень. Сейчас на юге Израиля введено военное положение. Часть территорий там объявлены закрытой зоной. Закрыты также детские сады и летние лагеря. Прекращено движение поездов и сельхозработы. Жителям рекомендовано не покидать без излишней необходимости свои дома, держаться поближе к убежищам. Обитателям приграничных с газой поселков армия приказала готовиться к возможной эвакуации. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова